Лечебная комната. Похоже, она нужна для отдыха и лечения. Невероятно! Лечебная комната для лечения? Хей-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня продолжаем проходить очень загадочную игру под названием Zero Time Dilemma. И как вы помните, в предыдущей серии у нас был крайне интересный эпизод, где Сигме оторвало руки, потому что он фактически совершил акт самопожертвования. Но все равно все закончилось тем, что мы выпустили вирус Радикал на волю, и в итоге все люди сдохли. Сегодня мы в этом эпизоде, в котором Сигма потерял руки, сделаем иной выбор. Мы не будем убегать, посмотрим, что получится. Ну и, конечно же, перейдем уже к следующему. Короче, история продолжает развиваться. Устраивайтесь поудобнее, берите свои напитки, поднимайте их вверх, трясите над головами, только не разлейте на себя. И давайте выпьем за то, чтобы мы с вами будущие загадки решали очень быстро, потому что загадки здесь некоторые, ну прям, ну ничего так прям вот по геморроицу стоит. Вот давайте, бро чай. О, я обжег, очень горячий чай у меня, блин. Да, Сергей, как всегда, забыл. Ну и мы с вами продолжаем. Смотрите, кстати говоря, в загрузочной вот этой вот штуке, да, элементе, у нас помимо солнца, это одна из концовок, как вы помните, мы вышли на волю, выбрав правильный, правильный Орел и Решка, ну в общем, правильную сторону, да, монеты. Здесь у нас появился значок опасности, видите, инфекционный такой, да. Говорит о том, что мы получили еще одну концовку, связанную с Радикалом 6, где все, в общем-то, сдохли. Поехали, поехали дальше. Так, у нас была команда D, у нас был, по-моему, вот этот эпизод, и да, да, поехали, перейти сюда. Так, а мы-то что выбрали? Да, мы выбрали убежать. Сейчас мы будем не убегать. Перейти сюда, да. Не будем с вами убегать и увидим, что сделает Сигма или кто-то другой из наших персонажей. Это мы бэренько проматываем, это нам не нужно. Да-да-да, ребята, очень классный, интересный диалог тут был. Но нас он в данный момент больше не интересует. Так, не убегать, поехали. Очень интересная игра, множество разветвлений, классно подается сюжет. В общем, очень-очень здорово. Прости меня, Сигма. Так, она его оглушает электрошокером. Диана, ты... Фай, у меня есть просьба. Возьми Сигму на поверхность. Я не могу. Ты так говоришь, что не можешь этого сделать. Тогда у меня нет выбора. Подожди, что ты делаешь? Это... Так, и как они тогда выберутся? Она как-то их положит, не знаю, в лифт и... Там Сигму дотащить будет просто невозможно. Он же здоровенный мужик, он, наверное, весит просто трэш. А когда тело полностью расслаблено, его реально очень тяжело сдвинуть. Мне нужно спешить. Так, ну и в итоге на себя роль спасителя берет... Пожалуйста, я должна это сделать. Берет наша девочка. Нет! Ага, и все равно происходит взрыв. Сейчас она выйдет с оторванными руками. Или нам не покажут. А, да ладно! И все! Офигеть! Ой, это такая халтура! Серьезно! Да, вернуться не сохранившись. Блин, ребят! Слушайте, ну это пипец! Просто не убегать и получить вот просто кадр с взрывом вот таким вот, да, из помещения. Это прям вообще отстой. Здесь было гораздо-гораздо круче, когда мы убегали. В общем-то, вот и все. В итоге получается, она у нас, Диана, умирает, и... Оглушенные, видимо, потом просыпаются и все такое. Так, переходим тогда к следующему эпизоду. Он, кстати говоря, тоже находится у команды Д, и, по-моему, это вот этот эпизод. Но он, кстати говоря, небольшой. Вот здесь, наверное, скорее всего будет какой-нибудь опять вейт-аут. Здесь будет какой-нибудь диалог и разветвление, что делать. И, да, видите, опять какие-то кнопки вот синие, они стоят в какой-то комнате. Наверняка сейчас будем решать головоломку. Черт подери! Черт подери! Некоторые головоломки прям реально заставляют запариться, так посидеть, подумать, куда же это использовать. Что подобрать, что сделать. Некоторые вещи еще незаметны с первого взгляда. Да, в итоге наша команда Д оказывается в комнате. Это комната! Лечебная комната. Похоже, она нужна для отдыха и лечения. Невероятно! Лечебная комната для лечения? Не лечения физических увечий, но для выздоровления от умственной усталости. А, понятно. Нехорошо, она закрыта. Неудивительно. Мы опять заперты! Похоже на то. 18.05. Мы вырубились в 13.30. Получается, мы проспали 4,5 часа. Что-то не так. Что? Разве мы можем сказать точно, что мы проснулись первый раз? Ты имеешь в виду, что мы могли бы проснуться уже несколько раз? Из-за стирающего памяти наркотика мы могли бы забыть про все это. Нет, это не то. Я имела в виду... Что ты имела в виду? Может, не вертикально, но со стороны, как будто горизонтально. Чего? Все на нее так смотришь, что? А, ну вот. В общем, сейчас нет смысла это обсуждать. Ты права. Сначала нужно выбраться из этой комнаты. Приступим. Да, и очередной, друзья. Нам сразу же завозят вей-аут. Боже мой. Я уже вижу. Вот тут что-то у меня странное. Видите? Трудно это было не заметить, учитывая, что она сильно выделяется. Давайте посмотрим, что это такое. А, что-то тут не так. Может, это сделано специально? Нет, я, честно говоря... Не совпадает рисунок, да. Я, честно говоря, думаю, что это не сделано специально в этой игре. Мало что... Вернее, сделано специально, то есть. Ну, чтобы мы нашли. Вот, просто так тут ничего не делается. Похоже, в этом кресле можно легко расслабиться. Конечно, сейчас неподходящее время, но думаю, что нам станет лучше, если мы здесь присядем. Это комната отдыха для тех, кто вынужден проводить долгое время в закрытом пространстве. Интересно, чем она поможет, помимо невероятно удобного кресла. Это что такое? Пахнет очень приятно, думаю, это ароматическая свеча. Это способ лечения силы и аромата, при которой твой разум расслабляется. Если у нас есть чем ее зажечь, можем это сделать. Понятно, будем искать. Кресло выглядит невероятно удобным. Я бы в нем запросто уснул. Спать в кресле возвращаешься к своим стариковским привычкам. Нет, конечно нет. Хорошо. О-о-о-о-о. Сколько, кстати говоря, офигеть, победи меня. Офигеть, да? Какой стрёмный чувак изображен. Ну-ка. Это маленькая пианино? Тут только одна октава. Не очень-то много на таком сыграешь. Тогда, может, это не для игры? Оно вообще работает? Ой, клавиша выпала. Что же делать? Не думаю, что тебе влетит за это. Вряд ли зеро выставит тебе счет за ремонт. И мы с вами получили клавишу Е. Клавишу Е. Очень-очень здорово, наверное. Так, я получил клавишу F. Короче говоря, я собираю все клавиши, и нам, наверное, нужно будет их расставить в нужном порядке. Как я понимаю. Но... И сыграть, может быть, потом. Но надо для начала... Для начала нужно... Узнать этот порядок. Я вообще не знаю, нужно ли... Нужно ли... Нужно ли их все собирать? Я собрал все клавиши. Бедный пианино. Хе-хе-хе-хе-хе. Еще. Инвентарь скоро заполнится. Так, все. Да, остались только черные клавиши, мы не можем сыграть на них. Здорово, наверное. Так. Что они там говорили? Клавишный инструмент, все клавиши, понятно. Так, все это неинтересно нам. Что это такое? Ну, вернее, я знаю, что это такое. Мы можем что-то сделать с этим. Здесь бокал для вина. А его не сдвинуть с места. Почему? Потому что, возможно, он приклеен на клей момент. Это кувшин. А, он приклеен, мы им не сможем воспользоваться. Вообще, честно говоря, странная... Странная хрень, что он приклеен. А ну-ка. Эта картина ужасает. Не похоже, что она должна быть в этой комнате. Сложно расслабиться, когда этот ужас смотрит на тебя. Тут написано «Победи меня». Что это может значить? Может быть, это как груша, например, для снятия стресса? На картине изображен мускулистый мужчина. Тут написано «Победи меня». Это от Зеро. И как мы должны победить эту картину? Порвать или сжечь? Ну, как вариант, я не знаю. О, так, что у нас тут? Это записка. Заметка. Лечебная комната. Мы смотрим сквозь бокал, кувшин. Какая-то звездочка. Что это за хрень? Окей. Это стакан, из него пьют воду. Здорово. А это бутылка с водой. О, тут есть вода. Теперь мне захотелось попить. Так, а если я попробую объединить... Так, стоп. Вот это с этим... Нет. Мы не можем залить водички в стакан. Понятно. Так, ну-ка. Ящик не выдвигается, может быть, потому что в этом шкафу уже... Этому шкафу уже куча лет? Сомневаюсь. Этот, например, открывается. Есть что-нибудь внутри? Да, спички. О, ну хоть что-то понятное. Теперь есть чем поджечь свечку. Так, тут что? Старомодный шкаф, простой дизайн, но выглядит приятно. Чем он приятно выглядит? Обычный белый? Мне всегда нравилась такая мебель. Когда я выйду замуж, хотелось бы иметь дома что-нибудь такое. Вот как. Ясно. Сигма это учтет. Боже мой, сколько еще всего. Смотрите, какое-то непонятное устройство с тетрисом внутри. Ладно, давайте потихонечку все исследовать. А, на полу ничего не было. Давайте оглянемся. А, вот интересно, педали. Ну, видимо, да, мы к ним конкретно не можем опуститься. Так, ну на полу вроде бы нет ничего. А на потолке? И на потолке ничего нет. Хорошо. Ладненько. Так, давайте перейдем вот к этому непонятному устройству с экранами. А-а-а, смотрите. Вот для чего нам нужны были клавиши. Скорее всего, это консоль управления. Но она выключена. Так, хорошо. Давайте берем клавиши. Эм. Что это? Здесь 8 отверстий с буквами CD и F. Ну и так далее, в общем, под ними. Выглядит знакомо, будто мы видели это раньше. 8 отверстий необычной формы. Посмотрим, сможем ли мы найти подсказку. В смысле подсказку? Вот. Вот это вот, например, отсюда. А разве диапазон октавы не такой-то? О, если подумать, то эти отверстия напоминают клавиши пианино. Да. Ну. А, и в чем? Ребята, а в чем проблема? Почему я не могу поставить? Алло. Ничего, эта консоль вообще отключена? Да, напоминает. Хорошо, давайте я возьму вот эту. Ладно. Вы, вы можете поставить? Пожалуйста. По... Они... Они не хотят ставиться. Рычаг не опускается. Скорее всего, зафиксирован на месте. Крышка... Как крышка открывается? Попробуем открыть. Нет, сейчас открыть не получается. Ой, господи. Короче говоря, мы поставить их с вами никак не можем. Но там есть какое-то отверстие. И, например, туда мы тоже не можем с вами поместить... Мы не можем открыть крышку. Может быть, надо ее открыть, а потом поместить как-то? Так, ладно, это что? Скорее всего, это консоль управления, но она выключена. То есть... Вы, вы... Ты точно... Ты точно не хочешь... Давайте, я не знаю, попробую еще раз... Я вот с этой клавишей B. Вот, B. Может быть, как-то их надо совместить в единую, я не знаю. Да нет, они никак не комбинируются. Ладно, хрен бы с ним было, окей. Потом разберемся. Эээ... Давайте дальше. По крайней мере, ясно, для чего эти клавиши нужны. Что это за переключатель? Две лампочки горят. Хороший вопрос. Вряд ли случится что-то плохое, если мы им воспользуемся. Нет, мы должны проверить, ведь не имеем понятия, что это. Остается только метод проб и ошибок. Не будет никаких проб, если мы умрем спустя секунду после того, как это нажмем. Ага. Так, ладненько, например, направо. Рисунок стены изменился? Что за черт? Не только стены, кресла, стоп... Даже резервуар с водой поменял цвета, невероятно. Не похоже на простую проекцию. Здесь, должно быть, используется технология видеомэппинга. Погоди, ты имеешь в виду, что комната меняет свой цвет, как хамелеон? Я не знаю, я сам еще до этого не встречал такой технологии. Потрясающе. Погодите, это... Вау. А тут ничего не изменилось, да? Даже шкаф... Тут ничего нет. Даже шкаф поменял... Цвет, охренеть! Стоп, а я могу, например, как-нибудь обратно вставить клавишу? Мы не можем, да? Понятно. Это хорошо. Там, кстати говоря, рисунок на обратной стороне есть. Вот у каждой из этой клавиш есть рисунок на обратной стороне. Так, ладненько. Погодите, что еще по меня? А, стоп. Может быть, как-то... Понятно. Да, кресло. Похоже, это идеальное кресло. А, ну комментарии те же самые. Оу, постойте. Нож? Он был здесь до этого? Погоди, что за бред? О, тут есть нож. А, я его не замечал до этого из-за рисунка. Оружие? Чего сырой этим добивается? Так, мы получили нож, а нож на самом деле очень полезная штуковина. В общем, надо будет изменить все возможные варианты с комнатами. Мы даже это еще не изучили в том варианте. Так, а это постер. Видите, он превратился во что? В какую-то загадку. Так, а если я сейчас подожгу, например, вот это? Давайте используем спички и зажжем свечку. Я чувствую... Я чувствую, как благовония распространяются по комнате. Нам так будет легче сконцентрироваться. Так, расслабляюще. Так, хорошо. Так, и вроде бы ничего. Кстати говоря, в этом случае, наверное, может быть стоит осматривать и потолок. Потому что может быть спрятано что угодно и где угодно. Так, давайте вернем обратно. Да, потому что я еще в стандартном положении не все изучил. Например, вот это я не изучал. Что это такое? Это резервуар с водой, очень большой. Если смотреть в эту синюю воду, то можно излечиться. Да, именно, синий цвет увеличивает выделение серотонина, тем самым помогая расслабиться твоему телу. Надеюсь, это поможет справиться с приступом гнева, когда ты заперт в таком месте. А что эта пиксельная доска делает внутри? Она отображает черные и синие цвета. Эта доска вообще что-нибудь означает? Мы, наверное, видим два цвета из-за того, что вода синяя. Да, и каждый раз, когда мы меняем комнату, мы с вами меняем... Может быть, вот это, кстати говоря, изменится еще. Мы с вами меняем цвет воды. И, следовательно, начинаем видеть с вами другие цвета. Так, окей. Кстати говоря, давайте попробуем вот в этой штуке как-нибудь поддернуть, я не знаю, если это возможно, с помощью ножа. Почему только в этом месте рисунок не совпадает? Понятно. То есть, никоим образом. Хорошо, будем так кликать, пока тут что-нибудь не появится. Теперь попытаюсь с помощью ножа как-то открыть эту штуку. Эту крышку можно открыть, но силой у нас сейчас не получится. То есть, силой у нас сейчас не получится. Понятно. Хорошо, давайте вертеть дальше. Это очень явно будет сложное, друзья. Это будет сложный way out, потому что, учитывая, сколько там штучек и сколько раз комната будет менять... Ох, боже мой, свое это... Своё обличие, это, боже мой... Так, она отображает черные и зеленые цвета. Да, теперь мы видим черные и зеленые, но, честно говоря, мне пока это вообще ни о чем не говорит. Так, это что такое? Это очень большой бутон, но почему он не стал большим цветком? Это... этому должно быть объяснение. Может, это что-то означает? Здесь изображены цветы. Эта картина с цветами изменилась, как только мы дотронулись до нее. Значит, она реагирует на прикосновения. Давайте попробуем превратить бутоны в расцветы... Понятно, в цветы, которые... Так. Хорошо. Ага. Понятно. Ну, хорошо, будем сейчас... Готово тыкать. Быстро очень натыкали, конечно. У нас получилось превратить все бутоны в цветы, но ничего не произошло. Может, это просто какая-то игра? Нет, сомневаюсь, что Zero стал бы добавлять что-то бессмысленное. Это здесь не просто так. Так, ну, вернемся позже. Давайте проверим другие места. Так, а тут у нас, кстати говоря, ни хрена. Видите, ничего не изменилось. Тут у нас... Ну, в принципе, мы все смотрели. Тут мы решили какую-то загадку. Предлагаю вернуться назад. Потому что... Может быть, с этим постером теперь что-то случилось? Может быть, он расцвел? И... И... А, блин, это был даже не этот постер. Черт подери. Кстати говоря, постер. Может быть, мы его как-то разрежем? Как вам такой вариант? Давайте попробуем. Немного ужасающе. Почему он находится в лечебной комнате? Тут написано, победит. Что мы должны делать? О, может, это загадка? Как насчет сначала проверить, есть ли у нас что-нибудь, чем можно победить? Ножик. А... Да, думаю, это будет защитно как победа, если мы воткнем нож в его сердце. Ну... Давай... Хорошо-то, давайте проткнем его. Я до сих пор думаю, что это какая-то загадка. Не может быть, что все так просто. Хорошо, мы проткнули. Картина исчезла, мы его победили. Не могу поверить, это не было загадкой. Посмотрите, еще одна лампочка загорелась. На переключателе. Может, мы сможем изменить рисунок на стенах? Давайте оставим этого старика наедине с самим собой. А, погодите, где? Я даже, честно говоря, не... Тут написано, сфотографируй больше клавиш. Это инструкция от Zero. Что? Сфотографируй? Будь у нас фотоаппарат. Фотографировать больше клавиш. Что за фетишизм? Можем оставить здесь нож просто на всякий, вдруг картина вернется. Так, хорошо. Каждый раз, когда мы решаем загадки в этих комнатах, мы, понятно, мы активируем этот аппарат, если так его можно назвать. Давайте повернемся теперь направо и проверим, что изменилось касательно... Так, нож остался. Боже, это реально очень геморройный вэй аут. Друзья, очень, очень геморройный. Так, ну-ка. Думаю, бутон связан с игрой. Все еще бутон, даже когда мы решили загадку. Ммм, может быть, его надо полить, как вариант? Ну, мне казалось, что, пройдя игру, мы что-нибудь изменим, но бутон еще не расцвел. Может, сначала нужно сделать что-то другое? А смотрим сперва... Почему? Почему я не могу полить этот искусственный бутон? В чем проблема? Кстати говоря, касательно воды. Возможно, я могу налить воду в бокал. Как вам такая идея? Изменится что-нибудь, если мы тогда нальем воду? Без понятия, но можем попробовать. Ага, а сюда? Что-нибудь изменится, если мы найдем воды? Сомневаюсь, но можно попробовать. Итак, хорошо, мы использовали. Однако, теперь у нас есть стакан. Теперь вода в бокале для вина и в кувшине. На записке, что мы нашли, изображена звезда. Кувшин, бокал и глаз. Что это значит? Я не вижу ничего такого. На записке нарисован глаз, смотрящий на звезду. Ну, я этого... Я не вижу никакой звезды. Так, ну, наверняка нужно просто сменить обличие комнаты. Понятно, стакан мы пока, увы, не можем использовать. В общем, через воду мы как-то что-то увидим с вами. Давайте, давайте дальше. Еще раз направо. Ух ты! Как будто стены исчезли, и мы теперь в лесу. Как будто мы ходим по лесу. Мы будто бы снаружи. Не обманывайте себя, это просто иллюзия. Давайте выберемся отсюда и подышим настоящим лесным воздухом. Блин, слушайте, такая она... А, глубокая, да? Так, тут что-то появилось на полу. На полу изображен рисунок, и похоже, он исходит из середины. Интересно, что это? Если бы мы могли посмотреть с другого ракурса... Так, а... Так, отразится. Думаю, это вполне подойдет, так что поставим его на середину. Так, стоп. А что если нам сменить ракурс, или как-то отразить рисунок? Так, отразить. Эх, нас нечем отражать, может быть, только как-то вот так вот. Эх, стакан идеально помещается в центр рисунка. Посмотрим на стакан, на нем изображается весь рисунок. Верно, это что-то ведь значит. Стакан стоит в центре рисунка, который на нем отражается. Отражение, а разве это не похоже на клавишу? Это действительно похоже. Видимо, правильное нажатие, я так понимаю, да? То, что это действительно... Действительно в какой-то степени похоже. Так, или не знаю на что. В общем, неважно. Снова сменился цвет. Большой водный резервуар, но наполнен он красной водой. Красный скорее возбуждает, чем успокаивает. Нет, красный цвет увеличивает выделение адреналина. От этого ты становишься более возбужденным. Но это эффективно против стресса, так что он тоже излечивает. Так, там наша бывшая стоит, непонятно почему. Видите, очень сильно отличается. Но мы не можем с вами активировать. Так, а это что появилось? Смотрите. Подголовник немного отличается от остальной части кресла. У тебя глаз-алмаз, нужно быть тоже повнимательнее. Серьезно? Глаз-алмаз, серьезно? Ощущение, будто бы его вырезали. Но это опять похоже на клавишу. Вот, например, на эту. Может быть мы сможем как-то... Клавиши, ну да. Может быть мы сможем поставить... Нет. Поставить как-то вот так вот. Интересно, что это? Будто бы его вырезали, нет? Ну, как хотите. Как хотите. Хотя тут есть еще одна. Еще одна такая же. Конечно, глупо было бы использовать клавишу, но черт подери. Нет. Нет ни черта подобного. Ладно. Эм, стол. О-хо-хо. Мы с вами получили что-то интересное. Я чувствовать как... Сознан, чтобы расслабиться. Так, а это что? Стол. Я сомневаюсь, что в нем есть что-то странное. А это тебя никак не... Самый обычный стол, да? А отражение от этой штуки. Понятно, ладно. Еще одна подсказка. Боже мой, в этой ужасной загадке. Тут ничего. Да, глаз. И тут тоже пока ничего. Так, нож у нас все еще остался на месте. Ничего не изменилось. Так, тут может быть что-то появилось. Тут ничего нет. Ясно. Так, ну и в принципе... Да. Сфотографирую, фотографирую. Блин, у нас нечем фотографировать. Так, едем дальше. Хорошо. Здесь, по крайней мере, мы предметы немного поприменяли. Что, это все в комнате? О, теперь на стенах нет рисунка. Думаю, что нет питания. Так, вообще нет никакого рисунка. Графин стоит посередине узора, который появляется только в лесу. Оставим пока все как есть. Так. Тут ничего нет, понятно. Тут тоже ничего нет. Тут ничего не изменилось. Вот что изменилось. Что эта пиксельная доска делает внутри? Я вижу синий, красный, зеленый и белый цвета. А тут какой-то подвох. Тут какая-то загадка, мой юный друг. А не какой-то подвох. Так, ну понятно. И тут, собственно, ничего. Ничего. Ничего нет. Так, ладненько. Так, а тут у нас тоже пустота, да? То есть мы до сих пор, например, не можем поставить клавишу F. Вот, например. Нет. Не можем. Ладно, пошли переключать дальше. Эта комната тоже для чего-то нужна. Бесполезно, закрыто. Остается только играть по правилам зеро. Еще слишком рано сдаваться. Он прав, давайте сделаем это. Опустим этот рычаг. Эй, Сигма, что случилось с твоей осторожностью? Ты стал трогать все подряд. Я просто волнуюсь о том, что мы можем навечно здесь застрять. Вот и проверяю все. Я его опускаю. Друзья, охренеть. Короче говоря, я тут побегал, потыкал. И в итоге мы смогли опустить рычаг в одной из комнат. Окей, почему бы и нет. И я вижу уже там, видно фотоаппарат. Теперь понятно, будем фотографировать какие-то ключи. Видите? Ничего плохого не случилось. Более того, крышка открыта. Посмотрим, что внутри. Ох уж эта старикашка. Блин, мы же нажимали. И не работало. А тут что-то есть. Это цифровой фотоаппарат. Так, и вот цифровой фотоаппарат. И вот здесь надо... Ой. Диана, ты хоть знаешь, что надо фотографировать? А, еще раз, на экране консоли есть подсказки. Так, блин, я не хотел фотографировать. Так, вот здесь написано. Сфотографируй больше клавиш. Ох, теперь понятно, что нам, в принципе, нужно сделать. Так, фотографируй больше клавиш. Берем фотоаппарат. Эм, здесь... Так, во-первых, вот это вот, клавиши. Эм, Диана, на экране консоли надпись. Сфотографируй больше клавиш. Клавиш, а, ясно. А, то есть нет, это все же... Вот это. Опа! Вау, невероятно, будто он превратился в цветок. Но почему он внезапно расцвел? Погодите, один из лепестков выглядит странно. Да, как клавиша. Его форма напоминает... Клавишу. А, вот... А-а-а-а! Смотрите, вот почему не могли вставить. Они, оказывается, даже не открытые. Один из лепестков выглядит как клавиша. Смотрите, открылось отверстие для клавиш. Давайте посмотрим. Да не будем мы смотреть. Все понятно, что надо делать, в общем. Ох уж эти загадки. Так, тут у нас ничего. А-а-а... Может быть здесь что-нибудь? Нет. Я просто решил проверить. Может быть как-то проявится звезда, глаз там и... Ну, сами понимаете. Так, поехали дальше тогда. Надо, получается, убрать фотоаппарат сейчас. Да, и поехали искать дальше. Так, лес. Хорошо. У нас тут есть клавиша вот тут. А ну-ка. Опа. Только одна. А-а-а... Точно? Да, открылось отверстие для клавиш. После того, как мы поставили стакан в центр, мы заметили, как он отразил рисунок клавиши. Очень здорово. Вот такие смышленые. Так, а вот здесь похоже на клавишу. Да. Отлично. Три. Еще осталось пять. Блин, очень прикольные загадки. Так, еще осталось пять. Вот это вот похоже, да, целых две. В смысле она... Не думаю, что... Как ты не думаешь, когда даже подсветило? А, может быть поближе как-то? А-а-а, вот. Вот. Нифига себе. Окей. То есть нам еще придется... Ага, вот что делать. Нам еще с вами придется как-то это совмещать. Так, я все же... Нет. Нет-нет-нет. Я хотел... Я хотел не фотографировать. Я хотел... Не-не-не-не-не. Вот сюда, может быть... Может быть, все-таки, если я... Где-то проявится... Нет. Нет, не проявляется. Хорошо. Так, где у нас еще в этой комнате? А, вот. Вот, пожалуйста. Так. А ну-ка, еще одно фото, пожалуйста. Будь сексуальной раскрепощенной клавиши. Так, осталось три. Хм-хм... Так, осталось еще... Осталось еще три. Так, ладненько. Отсюда уходим. Пошли дальше. Ну и потом мы, следовательно, будем с вами выставлять эти клавиши. Так. Так, так, так. Давайте вот к этому вернемся. Нет. Ничего нам это не дало. Может быть, вот здесь что-нибудь? Нет. Понятно. Это вообще комната какая-то пустая. Так, давайте дальше. Блин, не пропустить бы, где клавиши. Так, вот здесь мы вроде бы... Здесь мы не фоткали, да, с вами еще вот так вот? Я не пробовал. Ну-ка, давай. Нет, понятно. А-а-а... Ну вот это вот, да. В смысле, я как бы... Алло. То есть поближе, да, обязательно надо поближе. Так, мы можем, правда, искать так с помощью фотоаппарата, грубо говоря. То есть фотографировать на расстоянии, смотреть... Смотреть что-то где. Так, но... Так, вот еще, ну-ка. Да, здесь ничего. Так, погодите, но... Из того, что я помню... Ну, из того, что я помню, вроде бы... Давайте попробуем вставить клавиши, потому что мы просто все осмотрели, и я больше не помню. Так, стоп, клавиши Си. Э-э-э... Она подходит, может быть... А, подходит. Подошла идеально, я так и знала. Просто невероятно умная женщина в нашей компании. А! Так. Я уж думал, все равно, но... Но все же нет. И все равно. Так. Хоть избавимся... Стоп! Назад. Хоть избавимся... В инвентаре от... Разной фигни. Тоже нет. Так. Так, потом... Вот... Э-э-э... Это... Хотя там F нужно. Окей. Так, давайте возьмем F. Так. И осталась... Клавиша B. А! Черт, B это другая, это не B. Господи. Да, подходит. Эй, у переключателя загорелся и... Загорелась еще одна лампочка. Значит, там появился новый рисунок. Давай посмотрим. А-а-а... А-а-а... Понятно. То есть мы сейчас получим новый... Вот, вот видите, как здесь сгорелось. То есть был смысл вставлять клавиши. Скорее всего мы последние два дособерем вот этих других... Вау! Вау! Что мы в небе? Мое сердце этого не выдержит. Невероятно! Ух ты! И даже потолок исчез. Будто летаешь в облаках. Вау! Это... Это очень круто! Как бы я хотел... Оформление такой комнаты! Боже! Оп! Стоп! Звезда! Все понятно. Так. Ну давайте осмотрим. Не появилось... Так, черная. Вода в резервуаре черная. Напоминает мне чернила кальмара. Нет, казалось бы от хороших спагетти с чернилами кальмара. Так, никаких нет. Но здесь явно вот что надо сделать. Ну, не с этим, а вот с этими. Так, погодите. Фотоаппарат. О, и мы начали... Ага, вот гла... Понятно. Отлично. Сейчас вставим ее. Откроется еще один мир. Хорошо! Хорошо, что мы сделали так, как показано в записке. И посмотрели на звезду. Это седьмая. О боже! Что за черт? Оно направляется прямо на нас. Приготовьтесь. Расслабься. Это просто проекция. На стене выглядит реально, но ничего... Из стены не вылезет. Меня это испугало. О, открылось отверстие для клавиши. А, давайте ее вставим. Так, а это что? Короче, здесь надо дождаться совмещ... Я понял. Здесь надо дождаться момента совмещения, когда будет похоже на какую-то клавишу. Нет, не совсем. Вот предыдущая была, я не успел. Он же должен подсветить нам, правильно? Тогда ждем. Есть! Все, офигенно! Все, мы с вами нашли последние две клавиши... Открыли последние две клавиши. Так, хорошо. Готово. Теперь берем эту клавишу. Готово. Так, ну а теперь-то можем проиграть. Кнопка горит, попробуем нажать снова. Давай, мы уже зашли так далеко, так что почему бы и нет. О, все клавиши выпали после проигрывания мелодии. Буквы загорались с каждым проигранным звуком. Давайте сначала подберем все кнопки. Ох ты. Так, мы их подобрали. Погодите. Только не говорите, что мне, чтобы заново это проиграть, нужно все их вставить. Я прошу вас. Может вставить их обратно? Может лучше вернуть их туда, откуда мы их взяли? А, мы не можем их вернуть сюда. Но это правильная... Это очередность нажатий. Ну блин, мы ее увидели всего один раз, лоу. Так, вернуть-ка откуда взяли. А, отлично. И теперь они на месте. Можем сыграть, когда захотим, если вообще захотим. Я хочу, но... Вы серьезно? Вы серьезно? Готово. Фух. На самом деле, не так много времени потребовалось. Как хорошо, неплохо сыграно. Так, и у нас открылась кнопка. Все. Ну, честно говоря, этот, эээ, way out, он просто гораздо сложнее выглядел со стороны, да? Он прям пугал вот этими вот переключениями комнат. Что за... А в итоге оказалось несложно. Похоже на кнопку. Наверное, мы должны ее нажать. Тупица, ты читать умеешь? Предупреждение, не нажимать кнопку. Слишком много для одной кнопки. Его сейчас будет выбор, нажимать или нет. Тогда что нам делать? Ну мы, конечно, сначала нажмем и всех убьем, наверное. Мы обыскали комнату сверху донизу. Здесь нет ничего, что могло бы открыть дверь. Единственное, что мы не проверили. Это кнопка. Ладно, я ее нажимаю. Погоди, стой! Что? Ты меня вообще слушал? Я же сказала, что тут предупреждение. И что? Если бы здесь была табличка «Не покидайте комнату», ты бы осталась? Это пустая угроза. Если бы мы не должны были ее нажать, тогда ее бы здесь и не было. А что, если это ловушка? Ловушка? Это все человеческая природа, из-за которой нам хочется нажать, несмотря на опасность. Это все провокация. При помощи этого предупреждения, Зеро манипулирует нами, заставляя нас нажать ее. И что будет, если мы нажмем? Произойдет что-то плохое. И что же? Ну, что за тупые вопросы? Я не знаю, возможно, кто-то или все из нас умрут. Это вздор. Я могу вмешаться? Если бы нажатие этой кнопки привело к нашей смерти, почему Зеро оставляет кнопку просто так, без присмотра? Не находите это странным? Есть множество других способов, которыми Зеро может нас убить. Точно. Как, например, поместить яд в наши браслеты? Ему нет... Ему нет нужды использовать эту кнопку, чтобы убить нас. Это игра... Что? Помните, что сказал Зеро? Это игра решений. Наша судьба изменится, в зависимости от того, нажмем мы на нее или нет. У него, кстати говоря, у Сигмы, когда он руки сложил, браслет мне было видно. В любом случае, мы не должны нажимать ее. Если мы не сделаем этого, то другого выхода нет. Мы никогда не выберемся из этой комнаты. Даже если так, то это лучше, чем умереть прямо сейчас. Да, давайте уже, мы хотим нажать на эту кнопку. Похоже, мы так ничего не решим. Давайте проголосуем. Я за то, чтобы нажать. Она скажет нет, а... Я за то, чтобы не нажимать. А я... Что насчет тебя, Диана? А я... А я... Я... А я решу, как скажет Сергей Халье. Мой альфа замерз. Так, ну мы, конечно же, нажмем. Мы всегда делаем рисковые с вами, да? Первые. Да ладно, я должен 60 секунд буду потом ждать, чтобы не нажимать на нее. Ты не узнаешь, что может случиться, пока не нажмешь. Верно? Да, нажимаем. Ни хрена себе! Ни хрена себе! Эээээ... Ахахаха! Нифига! Блин, вам не кажется, что это слишком... Блин, ну слишком предсказуемо. Когда ты нажимаешь на кнопку, и они умирают от взрыва. Ах, окай. Перейти сюда, да. Но хотя бы это был короткий вариант. По крайней мере, мы его увидели. Сейчас пойдём по-длинному Не надо было нажимать Чёртовы кнопки Это было забавно Скажу честно, прям так тупо, просто взрыв Я ожидал какие-нибудь лазеры Там из углов, вы знаете, начнут расстреливать Их в комнате, кровь везде А просто взрыв Да-да Сейчас будут долго они Нас уговаривать, наверное Послушай, Диана, даже не думай нажимать Ну да, каждый будет на свою сторону Пытаться нас перекинуть Но мы-то уже с вами посмотрели один вариант Поэтому нам плевать Зеро говорит нам не нажимать Мы должны поступить иначе Не забывай, что он наш враг У меня плохое предчувствие Действительно, плохое предчувствие Да, предчувствие Это то, чему стоит сейчас верить Нынешней ситуации Но оно, кстати говоря, было правдиво Что если здесь бомба А кнопка её деактивирует Если мы не нажмём Тогда мы трупы А что если наоборот, Сигма Наоборот Не нажимай её, Диана Нажми её Ты должна нажать Нет, не делай этого Не надо Нажми её Ваш выбор сделан Ну и всё, изи Дверь Она открылась Видишь, разве я не говорила? Она открылась Потому что мы не нажали на кнопку Это единственный разумный ответ Это необязательно Эй, необязательно Дверь могла открыться Даже если бы мы нажали на кнопку Мы не знаем Вообще-то знаем Ах, упрямый старик Она открылась Все двери открылись Я тебе даже так скажу Как бы то ни было Нам нужно идти Дверь может закрыться Если мы будем здесь долго стоять Ооо, господи А, Сигма, сколько тебе лет? Моему телу 22 Но моему сознанию Должно быть почти 67 Стоит заметить Для 22-х Он очень херово развит 60 с лишним? Ты же помнишь Я говорил тебе Что моё сознание Пришло из 2074 года Значит тебе 67 лет В будущем? Если быть точнее Все немного сложнее Но это более или менее верно Так то же самое С Фай? Да, то же самое Она тоже пришла Из 2074 года Но с одним отличием Её сознание Всё ещё молодое Ей должно быть Около 20 лет Значит она родилась Приблизительно В 2054 году Нет Она родилась В 2008 Год Да Верните мой 2008 Но тогда получается Что С апреля 2029 По январь 2074 Она спала Находясь в капсуле В чём? Устройство Способное погружать человека В глубокий сон Для неё 45 лет Прошли Словно ничего не было Так вот почему Она до сих пор думает Как 20-ти летняя Но как? Что как? Как это возможно Что ты и Фай Вернулись в это время? Феномен под названием Перемещение Перемещение Сокращает Сокращение от перемещения Сознания человека Сквозь пространство и время По существу Это когда Сознание человека Послано сквозь пространство и время Например Ах да Можем привести Как пример Ту кнопку Мы не нажали кнопку И сейчас мы здесь Но где-то есть мир В котором мы нажали эту кнопку Где-то в пространстве и времени Любое принятое решение Разделяет этот мир Эту реальность в разные стороны Существуют другие ты Другие я И другие Фай Все они существуют В разных реальностях Перемещение Это феномен Который позволяет Отсылать в них наше сознание Это сложно Все так сразу понять Это правда Но ты мне должен Объяснить Что же это такое Так ты хочешь знать Что же это На самом деле Я объясню это так Я не знаю Ха Ты что серьезно Стал бы я так говорить Если бы знал Я пришел к этому заключению Спустя 45 лет раздумий Какой ты тупой Сигма Я знаю как это работает Но почему этот феномен Проявляется Подожди Ты только что Сказал что знаешь Как работает перемещение Да Тогда как Нужны две вещи Врожденные способности И жизненно опасный риск Проще говоря Когда человек С этой способностью Находится в угрожающей Жизни опасности Тогда вот и вырывается Это перемещение И у тебя с Фай Есть эта странная способность В детстве Со мной происходили Различные необъяснимые вещи Однажды зимой Я с моим другом Другом пошли рыбачить И я поскользнулся По воду Я проснулся Под одеялом Своей кровати Это был уже Следующий день Увидев своих друзей В школе Я спросил Что вчера произошло Один из них ответил Ты нам наврал Обещал прийти на рыбалку А сам не пришел Но есть еще кое-что Однажды меня чуть не задавила машина И я оказался в школьном спортзале Я упал с крыши И проснулся В школьном автобусе Как-то так Сколько раз ты умирал Конечно Тогда я не понимал Что происходит Я просто верил В то Что это были сны Но теперь я знаю Я Использовал перемещение В другой мир В другую реальность Ни хрена себе Кстати А где Фай? А? Она ушла? Я видел ее с Гапом Буквально минуту назад Анонсирование текущих потерь Команда Си Карлос Акане Джунпей Команда Кью Эрик Эти четверо Теперь мертвы В результате 4х пароли Будут объявлены Ну понятно И 4 пароля Fire Crash Five Eyes Это все Нет Четверо человек Мертвы Что случилось? Они были Казнены Казнены? В результате голосования В 13.30 Из-за него Трое из команды Си Но погоди Это странно Во время голосования Ты выбрала команду Кью Ты уверен? А? Я и правда Проголосовала за команду Кью? О чем ты говоришь? Я не помню Я не помню Против кого голосовала Но этого не может быть Нам ведь потом Не вводили наркотик Стирающий память Я не знаю Но все же Подождите секунду Есть еще один вариант Три команды И правда Разделили голоса Поровну Все команды Должны были выжить Никто бы не умер Но они Я знаю Может команда Си Была убита По какой-то другой причине Может между ними Произошла большая перепалка И они поубивали Друг друга Но зачем им Это делать? Без понятия Как бы то ни было То же самое Можно сказать Про твой вариант У нас нет доказательств Что команда Си Была казнена Мы даже не знаем Мертвы ли они На самом деле Да И ей видение Где взрываются головы Что такое? Я уверена Тут нет Нет никакой ошибки Команду Си Действительно казнили Откуда ты знаешь? Я знаю Потому что я Просто это знаю А что с Эриком? Как он умер? Я Охренеть Какого хрена? Нет Кто Черт возьми Сделал это? В сердце Кью Там только Мира И Да Да И тот парень Что? Не похоже На перебой Охренеть Кто? Это Это мир Берегись Ты в порядке Сигма Это 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 Мира? Диана Беги Нет Я не могу Тебя просто так Оставить Если я пойду С тобой То просто Тебя Замедлю Ты Ты ранен Просто Иди Охереть Быстрее Это твой шанс Но Найди Фай Иди Быстрее Она Обыскивает Комнаты Это Это Просто Трэш А То есть Миру Под воздействием Вот этого Вот Вируса Ее Пустили В Другую Секцию Фай Что Такое Сигма Сигма Он Там 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 Сигма Сигма Пожалуйста Держись Это Это Ты Луна Луна Кстати говоря Мне сказали В комментариях Что Ударение Идет на У Но Если Прислушаться Они Луна Луна То есть Они говорят Луна То есть По-моему Там Ударение Идет на Надо Вслушаться Ну-ка Давайте Прости Что Все Так Получилось Я Из Прошлого Не Вернется Назад Цепь Моих Перемещения Оборвана Прости Теперь Ты Не Родишься В Этом Мире Что Ты Говоришь Сигма Я Я Нет Не Только Ты Луна Кайл Логоморф Другие Решил Послушать Как они Говорят Луна Ну Но Может Так Даже Лучше Реальность Изменилась Человечество Этот Мир Будут Сигма 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 Диана Диана Знаю Это Тяжело Я Не Меньше Тебя Горюю По Этому Поводу Но Здесь Опасно Оставаться Мы Не Знаем Когда Убийца Может Вернуться Кто Убийца Сигма 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 Идит Только Мы Вдвоем Да Ты Права Зеро Должно Быть Спрятался Где-то Здесь Правда Можно Спрятаться Погоди Ты же не думаешь Что это я Правда Кстати говоря Уходи Не подходи Ко мне Убийца Погоди Диана Не Она Не могла Так Как-то Быстро Переодеться Перебежать Что Хотя Секции Закрыты Черт Обувь А Не Это Кто-то Прячется Она Почему Почему Зачем Фай Убивать Сигму Фай Фай Что Случилось Пожалуйста Держись Это Был Убийца Убийца Ты говоришь Про Зеро Нет Вряд ли Это Был Не Зеро Тогда Кто Ты Должна Сбежать Отсюда Диана Если Я умру Ты Можешь Что Ты Говоришь Ты Не Можешь Умереть Прости Прости Фай Я Я Все В порядке Все Будет Хорошо Если Ты Выживешь Почему Почему Это Блин Просто Трэш О Мне Так Хорошо Ну Понятно Это Мира Бегает Убивает Такой Знакомый Запах Фай Фай Нет Анонсирование Текущих Потерь Команда Си Карлос Аканы Джунпей Команда Кью Эрик Команда Ди Сигма Фай Эти Шестера Теперь Мертвы В результате Шесть Икс Паролей Будут Объявлены О И Получается Сейчас Она Уйдет Шесть Шесть Икс Паролей Если Я Их Просто Введу Пожалуйста Веди Сама Так Файр Так Что там Еще Было Айс Так Потом Было Еще Лог Тайм Файв Ой Так И Файв Ну Опа Ее Тоже Убили Охереть Охереть И Выходит Она Офигеть А может А может Она Она Просто Сама По Себе Убийца А Не От А Не От Вируса Это 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 Просто Жесть Так Давайте Сохранимся Уже Тогда Так Ну Ка И в этом эпизоде Получается Да Мы все Видели И концовка Всегда Плохая Нажимать Или Не Нажимать В итоге Все Мертвые Просто Просто Офигеть Так Следующий Кстати говоря Эпизод У нас Должен Быть По Моему Вот этот Вот У команды Кью Самое Забавное Там Кстати говоря Изображен Изображен Зеро В общем Ребята На этом Мы с вами Сегодняшнее Прохождение Заканчиваем Боже мой Накрутили Навертели Всего Просто Не могу Жестокие Убийства Расчелененка Взрывы Смерть 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 Везде Надеюсь Вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Есть группа Вконтакте Группа Встим И нас там Много интересного Заходи Есть я Вконтакте Есть канал На твиче Где проходят Прямые трансляции Второй канал На ютюбе И Плагины Автоматического Уведомления Все ссылки В описании Под видео Не хворайте Не болейте Всем пока Редактор субтитров Редактор субтитров